Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, коллеги. Хочу напомнить вам, 167 ФЗ, какие требования мы рассмотрим просто. При выявлении подозрительной операции банк обязан приостановить распоряжение клиента, запросить подтверждение и при подтверждении возобновить. Признаки у нас устанавливаются Банком России, это приказ УД-2525. Третий признак, основной рассмотрим, несоответствие операции, обычно совершаемой клиентом. Много высказывалось критики в отношении этого признака, потому что, с одной стороны, он говорит, что какое несоответствие любое, какое отклонение, на какие параметры, от средних, от любых, то есть каждый может интерпретировать это как угодно, ну и посмотрим, как судебная практика интерпретирует данный признак. Иск физического лица, почта, банк, почти 1,4 млн рублей. Без согласия было подключено смс-информирование, перевыпущена карта и за счетом сняты денежные средства. В соответствии с частью 5.1 статьи 8 161 ФЗ, оператор при выявлении операций соответствующих признаков о осуществлении перевода денежных средств без согласия клиента обязан приостановить исполнение распоряжения и связаться с клиентом, что не было сделано, и с почты банка была эта сумма взыскана. Как бы суд здесь даже не стал объяснять, какие операции, что не соответствовало, просто решил, что вот само по себе не было выполнено это требование, деньги взыскали. Другое решение, банк Тиньков, также физическое лицо, со счета истицы были сняты несколько мошеннических операций. В соответствии, опять же, 5.1.8, здесь уже суд поясняет, почему он принимает такое решение. Установлено, что исходя из характера параметров объема операции по переводу, имелись достаточные основания сделать вывод об их несоответствии операции обычно совершаемым клиентам. Приведенные требованиями закона банком не выполнены, распоряжения исполнены до истечения двух рабочих дней. И постановил также взыскать с банка сумму иска. Помимо 161 ФЗ, есть у нас и требования Центробанка 382П, 683П, которые предъявляют определенные требования по защите информации. И невыполнение данных требований также может быть виной банку в судебном иске. По данным требованиям необходимо, помимо прочего, просто выделил такое, с моей точки зрения, значимое, использование сертифицированного программного обеспечения, либо провести анализ уязвимостей, установить ограничения по параметрам операции, использование клиентам независимых программных средств для подготовки подтверждения электронного сообщения, проходить внешний аудит. И, что интересно, подписание электронных сообщений способом, позволяющим обеспечить целостность, подтвердить составление указанного электронного сообщения, уполномоченным на это лицо. Мы знаем, что операции для физических лиц очень часто подтверждаются как раз обычным паролем из СМСки, и они не позволяют выполнить данные требования. При этом есть разъяснение Верховного суда, что для подтверждения распоряжения перевода денежных средств на соответствующий абонентский номер банкам направлялись пароли, которые требовалось ввести для подтверждения операции. Однако, как считает Верховный суд, из этого не следует, что таким образом идентифицируется владелец счета. Напротив, операции по введению такого одноразового пароля доступны любому лицу, использующему в данный момент абонентское устройство подвижной телефонной связи. И Верховный суд как раз сказал, что вина банка, и он обязан, в общем-то, вернуть денежные средства по операциям, которые подтверждались вот простыми СМСками. Ну и вот тоже решение по делу. Здесь уже юридическое лицо. Переявил лист к Россельхозбанку несанкционированной операции на миллион двести. Как раз было указано, что есть положение 382П, в котором установлены многочисленные требования. Эти требования перечисляются. Предусмотрен целый комплекс мер, которые должны приниматься банкам для обеспечения безопасности, которые банкам также не были выполнены. Ну и суд пришел к выводу, что действие бездействия банка как раз повлекло возникновение убытков и засыкали с банка указанную сумму. Другое дело. Юридическое лицо, банк ВТБ, ущерб 874 тысячи, платежное поручение в количестве 93 штук на общую сумму 874 тысячи. ИСТЕЦ, то есть юридическое лицо, опять указывает на неисполнение 5.1 статьи 8, и что банк не приостановил исполнение данного распоряжения. ИСТЕЦ утверждает, что все 93 операции полностью попадают под установленные Банком России признаки. С точки зрения судебной защиты со стороны банка, лучшая защита – это нападение. То есть банк говорит, что причины хищения были вызваны не тем, что он не выполнил, ну как бы не выявил эти операции соответствующие признакам, а то, что самой компанией было нарушено требование по информационной безопасности и вероятной причиной явилось несоблюдение рекомендаций банков, которые были описаны там в договоре. При этом суд сказал, что довод ИСТЕЦ о подозрительности, совершенных судом, сделок судом признан несостоятельным последующим основанием. В отношении соблюдения норм и требований федерального закона 161 ФСЗ следует отметить, что для выявления подозрительных операций банк использует утвержденные приказом Банка России ОД-2525 признаки. Операции прошли проверку установленных правил выявленных подозрительных операций по признакам несвойственности. Операции были признаны характерными, исполнены без приостановления. Система выявления подозрительных операций соответствует приказу, оценка ее совершенства не входит в компетенцию ИСЦА. То есть с точки зрения суда все 93 операции по 9400 признаны соответствующим приказом. То есть суд в этом случае трактует таким образом те признаки, которые описаны в приказе. Ну и суд пришел к выводу, что ИСЦОМ не доказана вина банка, а также наличие причинно-следственной связи между действиями банка и возникшими убытками. И поэтому в иске отказал. Другое, более интересное дело, опять юридическое лицо, промсвязь, банк. ИСТЕЦ указывает, опять же, несоответствие характера параметров объема проведенных операций, сумм, частоты, получателей средств. ИСТЕЦ своевременно не выполнил... Суд исходит из следующего. ИСТЕЦ своевременно не выполнил указанные обязанности при выявлении признаков утраты доступа к системе онлайн-банка и не сообщил о компрометации ключа электронной подписи, что освобождает банк от ответственности перед клиентом. Оспариваемые операции САП прошли проверку по установленным в банке критериям подозрительных переводов. Чем интересно, здесь вот как раз указывается, какие критерии проверял банк и почему операции признаны как бы санкционированными, то есть не было признаков выявлено. Время осуществления операции были проведены с компьютера, который ранее использовался, то есть IP-адрес, содержали корректную электронную подпись, неоградно переводились денежные средства на счета физических лиц, суммы поручений также соответствуют суммам ранее проводимых операций. И поскольку в действиях банка суд не увидел при исполнении исполненных платежей каких-либо нарушений, то в иске было отказано. Почему такое возможно? Почему как бы аналогичные ситуации, а суд решает иногда в пользу банка, иногда в пользу клиента? Опять же, есть разъяснение Верховного суда, что кредитор предоставляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков. И причинно-следственную связь между неисполнением или ненадлеждающим исполнением обязательства должником. То есть это клиент, когда предъявляет иск банку. При этом должник, то есть банк, вправе предоставить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер. И доказательства иной причины возникновения этих убытков. То есть банк в ответе на исковые претензии имеет право доказывать, что не из-за того, что вы пропустили эту операцию, ее не приостановили, а что сам клиент проявил некую там халатность, недобросовестность, и поэтому возникли убытки. Однако вина должника, то есть банка, в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Всем спасибо.